Температура в студии поднялась до нестерпимой высоты. Это значит, что пора звать на площадку людей, для которых мы разогревали публику все это время. Встречайте группа НД. Доброе утро, ребят. Привет. Скажите, вам доводилось выступать на разогреве у каких-нибудь метров сцены? Может быть, рок-сцены, или поп-сцены, или джаз-сцены, не знаю. Ну, немного было как-то давным-давно, в шестом году перед пилотами играли группа такая, панк-питерская. Панк-рок-группа. Да, кто не в курсе. Я не знаю, сколько народ знает группу Рада и Терновник, и насколько она популярна, но андеграунд, ну, вроде бы, тоже известная. Особо, собственно говоря, таких-то не помнишь. Но у Металлики, там, у Рамштайна не было, да, такого? По деньгам не можем договориться никак с ними. В смысле, у вас слишком большой гонорар? Зачем, как бы, не дают просто вообще. Понятно. Вот так-то все нормально. Ну, вообще, дело, мне кажется, тут на самом деле не в разогреве, а все-таки уж в песнях. То есть можно по жизни разогревать какие-то там группы, все остальное, а не написать ни одной хорошей песни. То есть, а можно не разогревать, но играть хорошую музыку. То есть, тут вопрос очень такой, философский, на самом деле. Ну, получается, у вас хорошая музыка, если вам не нужно никого разогревать. Да, кто же скажет. Мы не скромные. И мы знаем, что ее можно будет очень скоро услышать. Где? В клубе. Клуб Щезгара. Это у нас такой новый клуб в городе, кто не в курсе. Он буквально год назад открылся, и, наверное, скоро уже, да, по-моему, в январе, ребята... Скоро уже закроется. Скоро будет год. В семь часов мы всех приглашаем. Состоится презентация нашего нового альбома, который получил название «Time for Comeback». То есть можно будет впервые время возвращаться. Я вот заметила у солиста группы, Евгения в руках, билеты и диск как раз. Пришел показать, какие диски будут продаваться на концерте. Нет, я так понимаю, что вы хотите подарить это телевизорителям. Мы хотим подарить и билеты, и диски. Но не за просто так. Не за просто так. Но подарить, но не за просто так. Что сделать можно? Как называется вышедший наш сингл в 2015 году? Да, у нас в 2015 году, 7 ноября, выходил сингл в преддверии этого альбома. И мы как бы хотим разыграть данные диски. То есть мы задаем вопрос всем телевизорителям, кто правильно назовет название этого сингла, который выходил в ноябре. Напоминаем, подсказка. Можно посмотреть на сайте на нашем. Собственно говоря, первые три человека, которые назовут это правильно все, они получают диск и два билета на нашу презентацию. Ну что ж, буквально через несколько секунд сцена будет в вашем распоряжении. А пока мы прощаемся с телезрителем. Подожди, напоследок еще один интересный факт. За сутки человек выделяет столько тепла, что его хватит, чтобы довести до кипения 33 литра ледяной воды. Так что не кипятитесь по пустякам, но не жалейте тепла для близких. Новое утро с вами встречали Наталья Азмага. И Антон Болбат. Завтра будем вещать из Норвегии. Или Финляндии. Ну, мы еще не решили. В общем, завтра сами все увидите. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок